Остров любви Подобный конкурс проходил и в прошлом году Будущие молодожены преодолевали непростые испытания Учились танцевать, делать свадебные украшения, организовывать флешмоб и даже снимать клипы В лидеры вырвались Станислав и Мария Маевы Нас привезли на пляж, он был пустынный, никого кроме нас не было Парелы вокруг моря красиво, было цветы В общем, в баунте отдыхает Проект запомнился как его участникам, так и нашим зрителям Поэтому Дальте, ВТНТ и Аризонте студию решили Остров любви нужно повторить Сказано, сделано Месяц назад на страничке утреннего вот, что вконтакте появился альбом Влюбленные выкладывали фотографии, сделанные специально для конкурса Старались показать, какими они видят идеальные предложения руки и сердца Победу в отборочном этапе одержали 10 пар Всем привет! Меня зовут Мария, это мой Артем Мы немножко экстремальная пара, очень любим татуировки, экстремальный вид спорта Артем у меня музыкант Среди участников конкурса Артем не единственный музыкант Возлюбленный Екатерины Владислав Туезов тоже играет в рок-группе Будущий супруг Светланы Александр Веретинников выступает в филармонии Иногда внезапно ставят концерт, вот завтра мне нужно будет как-то договариваться, чтобы меня подменили Вот сейчас поеду, наверное, с другим музыкантом и целый день буду ему объяснять, как нужно завтра играть и выступать Уже на следующий день после знакомства ребята приступили к первому испытанию Конкурс «Энкаунтер» Сбор проходил на площадке у театра музыкальной комедии Влюбленных разделили на две команды Капитанам раздали конверты с загадками Каждая из них обозначала место, где искать следующий вопрос Три, два, один, поехали! Влюбленные одной из команд сообразили Бежать нужно на пруды Конверт обнаружили под мостом И снова загадка На этот раз в виде математической формулы Это скорее площадь Площадь, да, туда, площадь! Ребята отправились на площадь Ленина Нужно было торопиться Команда соперников на шаг впереди Тем временем на площади имени Ленина работала поисковая группа Участники команды не могли понять, где спрятан конверт Вот такую штуку мы разгадать не можем уже 10 минут Драгоценное время уходило, напряжение нарастало Организатор проекта вызвал конкурсантов на разговор Смотрим на подсказку Вы поняли, что вы пришли прямо туда, куда вам надо Это хорошо, вам осталось один единственный шажочек сделать Потому что бы понять, где именно спрятан следующий ключ Пары несколько раз прошли мимо тайника Анжелика Торопова решила вернуться к мемориалу И еще раз оглядеть место Пока ребята ломали головы над новой загадкой Соперники мчались на поиски пятого конверта Через несколько минут команда прибыла на место Правда, на сей раз смекалка подвела участников Терраса Нужная им площадка располагалась ниже Не нашли очередной конверт из соперники Он таинственным образом пропал Она должна быть здесь, именно вот в этом месте Текст загадки пришлось запоминать Местная и аборигенная лавка для раскладывания монет Я дико извиняюсь, но вначале говорили, что во всем логика есть Все еще придерживаются Группа отправилась к одному из банков Другая же команда умчалась к финишу Лидеры игры «Энкаунтер» переходят в следующий тур А вот соперникам повезло меньше Они должны были решить, кто из их команды покинет проект голосованием Правила остаются непреложными И именно поэтому сегодня одна пара, к сожалению, уйдет от нас Это пара Анжелика и Сергей Какое-то есть расстройство, потому что Ну, лично я и, я думаю, Сергей чувствовали, что Немало усилий для этого конкурса Но желаем ребятам только удачи, побед Первый этап подошел к концу Однако распобляться рано Конкурсантов ждет еще семь испытаний Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок А можно ли завоевать расположение избранника не борщом, а, скажем, вкусным салатом? Можно, уверены молодые невесты Порядковый номер сначала в каком порядке будет выходить девушка и выбирать себе, из чего готовить У меня достался номер семь Это уже один из самых последних был В каждом блюде должна быть своя изюминка И ее-то и добавили организаторы Каждой девушке вручили по дополнительному ингредиенту Одной творог достался, другой селедка На, тебе повезло, держи Она тебя прям ждала Сотворить кулинарное чудо невесты должны были за 15 минут Девушки нервничали Почему тебе руки дрожат? Потому что я волнуюсь, я хочу на остров Я тороплюсь на остров Тяжело, конечно, потому что продукты несочетаемые Мука, свекла и перепелиные яйца Но я решила, что главное красиво подать Пока любимая готовит, мужчина сервирует стол О правилах этикета представителям сильной половины рассказали на мастер-классе Парни напряженно следили за опытным ресторатором Видимо, запоминали На самом деле там очень много было ножков То есть три ножа с одной стороны Плюс еще несколько видов ложек Ну, очень было довольно-таки познавательно Много чего я не знал Кулинарные шедевры подали на стол Правда, приступить к трапезе парням так и не пришлось Пришлось угадывать, какое из блюд приготовила его избранница Затем придумывать название Никита разглядел счастливую сороконожку Первый раз, когда его увидишь, то есть она такая веселая Много-много ножичек То есть мне кажется, что после этого, думаешь, салата будете так же бегать весело и хорошо Александр увидел пальму Пальму Я увидел пальму, думаю, все, это мое Не твое, готовила другая девушка Не повезло и Светлане Ее блюда не оценили представители жюри Будущие молодожены набрали минимальное количество баллов Влюбленные покинули проект Ну, будем без победы так Желаем всем удачи Главная самая победа в жизни, это то, что мы вместе Борьбу за главный приз проекта «Остров любви» продолжили 8 пар На страничке утреннего «Вот что вконтакте» появились фотографии участников проекта «Остров любви» от Дальто ВТНТ и Аризонте Студио Снимки – загляденье, потому что сделаны профессионалами Я придумал пару забавных моментов Я думаю, все получится И все получилось Вместе с Артемом и Софьей Урал-Гореев отправился на берег Амура Там влюбленные устроили пикник Одинаковая одежда и мыльные пузыри помогли будущим молодоженам создать романтичное настроение Потом мы начали дополнять это мимимишности Мне тоже кажется, нашли мишек одинаковых Корзиночки и решили сделать вроде пикника На котором мы хотим уже тепла, поскорее солнышка Но тем не менее мы в шапочках, потому что погода еще не позволяет Мыльные пузыри в фотосессии использовали и другие пары Например, Денис и Катя Мы, в общем-то, идею придумали Надеялись еще на фотографа, что может быть место подскажет, может еще Сегодня вот прошла жеребьевка Мы своим фотографам очень довольны Пока нам все нравится Уже есть хорошие фотографии, снимки Эльвира Митникова хорошо представляла, какими должны получиться снимки В прошлом году девушка тоже участвовала в проекте Дальто ВТНТ и Аризонте Студио Она с супругом вышла в финал Нам подарили сертификат на работу видеооператора Нам создали свадебный клип, очень красивый Есть что рассказать участникам, как их подбодрить, какие-то это советы Владислав и Катя ради фотосессии буквально ушли под воду Мы решили, что можно попробовать и... Отойти от классики немножко, да, и удариться в воду Самая экстремальная пара проекта Артем и Маша остались в своем репертуаре Нацепили куртки-косухи и отправились гонять на байки Как только мы познакомились, что у меня, что у Артема, жизнь очень сильно изменилась То есть мы начали путешествовать, как-то вот ходить на различные там экстремальные концерты Ну то есть как-то жизнь стала ярче И, собственно, это мы хотим передать в своей фотосессии Известный свадебный модельер Вера Вонг однажды сказала Не платье нужно подгонять под себя, а наоборот Поэтому организаторы отправили будущих молодоженов в фитнес-клуб Девушки занимались на платформе Боссу А вот парням в спортзале пришлось попотеть Задание поднять одну тонну Точнее штангу весом 50 килограммов выжать 20 раз Для одних жестко, для других не очень Саша гриф, увешанный тяжелыми блинами, подкидывал словно пушинку Установил абсолютный рекорд среди участников проекта Упражнение выполнил за 17 секунд Следующее испытание на выносливость Отжимания, прыжки, хлопки и силы покинули наших атлетов Дорого не пожелаешь Я знаю, как пытать людей теперь Тем временем будущие хранительницы домашнего очага старались удержать планку Испытание на выбывание Через 30 секунд сдалась Виктория 40, Катя и Марина, минуту Борьбу продолжили Света и Софья Влегчение, что я наконец-то упала из этой планки Поддержать невест начались женихи 5 минут на то, чтобы восстановить дыхание и снова в бой Сражение развернулось на беговых дорожках Организаторы усложнили задание Во время бега атлеты должны были рассказать стихотворение Спорт-помощник, спорт-здоровье, спорт-игра, физкультура! Для следующего испытания молодоженам потребовалось специальное снаряжение Шапочка и очки для бассейна На суше остался Денис Парень не умеет плавать Учиться собирался на Пхукете Я вообще плаваю со скоростью 0,2 метра в час И сегодня рассчитываю на 100 метров в секунду Правила для всех одинаковые Будущий глава семейства отчаянно нырнул в воду Я не могу подвести свою девушку Ведь она очень старалась, очень хочет пройти дальше И все силы, которые у меня были, я оставил здесь На каждом этапе за участниками внимательно следили организаторы По условиям конкурса покинуть проект Должны были две пары После длительного обсуждения и подсчета всех баллов Организаторы приняли непростое решение Это сложный этап Он сложный физически Сложный эмоционально Все молодцы, все старались Седьмое место у нас Виктория и Айаман Это сумма баллов 21 И Екатерина и Денис сумма баллов 25 Влюбленные покинули проект Борьбу за главный приз от Дальте ВТНТ и Аризонте Студио продолжили шесть пар Уже на следующий день в одном из ресторанов города Собрались бабушки, дедушки и пираты Да-да, это и есть наши будущие молодожены Различные амплуа примерили на себя не просто так Им предстояло снять видеоклип Мы поедем на Пхукет На Пхукет не поедут, а поплывут Филипп, Настя и дочка Полина Те самые пираты Идея видеоролика им пришла спонтанно Костюмы собирали по частям Сюрпризом стало дополнительное задание от организаторов Его, к слову, должны были выполнить все участники Острова Любви Во время съемок использовать топор, газету и пиццу Топор уже мы использовали, да, а вот газета Газета, например, на лавочке Да, на лавочке Ну то есть смешно, что пираты, там на лавочке Машу и Артема вдохновил старый бродвейский мюзикл «Бриолин» Невеста прогуливается по городу в компании подруг Жених замечает красавицу и в ту же секунду теряет голову от любви Ну и какой же мюзикл без танцев Самая экстремальная пара проекта продемонстрировала отличную хореографию Я занимался 9 лет спортивно-бальным танцем, полгода Но я уже ничего не помню Борьбу за главный приз продолжили 6 пар Во время следующего испытания влюбленные приоделись В качестве аксессуаров маски и шлемы Защитная экипировка обязательно К победе будущим молодоженам предстояло буквально мчаться По итогу этого этапа от нас уйдет 2 пары Приложите максимум усилий для того, чтобы победить Переживали в основном девушки Большинство из них никогда не катались на картах А Сопья вообще за рулем оказалась впервые Несмотря на это, трассу прошла неплохо Осталось только научиться тормозить Я так на педаль давила, у меня не прав ничего Нет, это ужас какой-то, больше всего я боялась Какой-то врезаться Мандраж это в смысле, как этот Фаршас, седьмой нажал, погнал Блин, эмоций очень много и капец Я прям дрожу все до сих пор Страшнее всего было Екатерине Несколько лет назад девушка попала в аварию С тех пор старается не гонять Чуть-чуть поддавить, чуть-чуть, чуть-чуть Поддавила, да еще как Преодолела трассу быстрее супруга Нашу паре победила Катя Конечно, я его сделала мне за 7 секунд Это вам не косвит Проехать нужно было 5 кругов Время фиксировалось на каждом из них Зачет шло лучшее Организаторы суммировали результаты будущих супругов По итогам конкурса две пары покинули проект Никиту избранника Марины подвел карт Заглох во время гонки Влюбленные, так же как Маша и Артем Набрали минимальное количество баллов Борьбу за главный приз продолжили 4 пары Во время следующего конкурса Будущие молодожены учились танцевать вальс Запомнить шаги и повороты должны были за 30 минут Затем продемонстрировать, чему успели научиться Представители жюри оценивали конкурсантов по следующим критериям Правильное выполнение связок, пластичность, мимика и, конечно, образ Больше всех организаторов впечатлил внешний вид Светланы и Александра Мы решили, что маска как нельзя лучше подойдет именно к драйвам чего-нибудь Потому что мы не знали, какого плана будет именно танцы Поэтому решили, что если что, то маска и подойдет подо все Жалко, румбы не было Не удалось запомнить все движения Филиппу и Насте Влюбленные покинули проект Мы хотели поучаствовать во всех конкурсах В принципе, нам это удалось Мы все попробовали Это главное Мы дошли почти до победы В финал вышли три пары Их ждало еще одно испытание Конкурс творческой самодеятельности Гимн сочинили Влад и Кате Исполнили его в ресторане во время последнего испытания Конкурса талантов Софья и Артем подготовили танцевальный номер А Саша и Света музыкальный Поддержать претендентов на главный приз Путеку в Таиланд пришли семь пар Те, кто не прошел в финал Они внимательно следили за выступлениями друзей Затем наслаждались просмотром видеоклипов Ролики женихи и невесты снимали в рамках проекта Вместе с представителями жюри Оценивали их победители первого сезона Острова любви Станисов и Мария Маевы Мне больше всего с самого начала нравится пара Артема и София Я следила с самого начала, но я за них болею Больше всех голосов набрали Кто бы вы думали? Мы безумно счастливы и безумно рады Второе место заняли Александр и Светлана Они выиграли выездную регистрацию в Хабаровске Владу и Кате обладателям третьего места Вручили сертификат на 10 тысяч рублей от Аризонты Студио Другие участники получили фирменные призы от нашей телекомпании и партнеров Вот и завершился один из самых романтичных проектов года Позади остались 6 недель напряженной борьбы Непредсказуемые испытания и бессонные ночи Организаторы обещают Свадебный остров любви обязательно повторится в следующем году Когда подавать заявки, узнаете в эфире Даль ТВ ТНТ Это остров любви!